Видео представлено сайтом online-gdz.net Всем привет! Сейчас мы с вами решим задание из учебника математика 5 класс Никольский, номер 798. Приведите дроби к общему знаменателю, равному произведению знаменателей дробей. Итак, первая дроби у нас 1, 2 и 1, 3. Давайте запишем, чтобы не запутаться. 2 на 3, то есть нам нужно привести к знаменателю, равному произведению знаменателей дробей. Это 6. То есть знаменатель у обеих дробей должен быть 6. Итак, берем 1, 2. Чтобы получить 6, понятно, что нам нужно умножить на 3. То есть дополнительный множитель у данной дроби будет 3. И чтобы дробь не поменялась, на 3 будем умножать и числитель, и знаменатель. 1 умножить на 3 и 2 умножить на 3. Получили 3 шестых. Вторая дробь 1 третья. Дополнительный множитель 2. Вторая дробь 1 третья. Опять-таки и числитель, и знаменатель мы умножаем на 2. Что мы получаем? 2 шестых. Итак, мы получили 3 шестых и 2 шестых. Мы привели к общему знаменателю. Следующая B. 1 вторая и 1 пятая. Так, произведение это у нас 10. То есть знаменатель должен быть 10. Берем 1 вторую. Дополнительный множитель, естественно, будет 5. 1 умножаем на 5 и 2 умножаем также на 5. Равно 5 десятых. Вторая дробь 1 пятая. Дополнительный множитель 2. 1 умножить на 2 и также 5 умножить на 2. Получили 2 десятых. 5 десятых и 2 десятых. Это задание также выполнено. Так, B2 умноженное на 7 равно 14. Итак, к знаменателю 14 нам нужно прийти. Берем 1 вторую. Дополнительный множитель для этой дроби будет 7. 1 умножаем на 7 и 2 умножаем на 7. Получилось 7 четырнадцатых. Вторая дробь 1 седьмая. Дополнительный множитель 2. 1 умножили на 2 и 7 умножили на 2. Обязательно множим и числитель, и знаменатель, чтобы сама дробь не поменялась. А поменялась только запись самой дроби, да? Итак, 2 четырнадцатых. Далее, G у нас идет. 1 вторая. Давайте записывать, чтобы не теряться, да? И 1 девятая. Так, что мы имеем? 2 на 9. 18. Знаменатель должен быть 18. Итак, берем 1 вторая. Дополнительный множитель 9. 1 умножаем на 9 и 2 умножаем на 9. Получили 9 восемнадцатых. Вторая дробь 1 девятая. Дополнительный множитель 2. 1 умножить на 2 и 9 умножить на 2. Получили 2 восемнадцатых. Задание D. 1 вторая и 2 третьих. 2 умножить на 3. 6. Итак, берем наши дроби. 1 вторая. Дополнительный множитель 3. 1 умножить на 3 и 2 умножить на 3. Получили 3 шестых. 2 дробь 2 третьих. Дополнительный множитель 2. То есть, мы берем второй множитель. То есть, дополнительный множитель дроби. Это будет знаменатель, который у второй дроби есть. То есть, если здесь знаменатель 2, то дополнительный множитель будет 3. Знаменатель от второй дроби. Во второй, там где 2 третьих, знаменатель 3, да, а дополнительный множитель будет знаменатель первой дроби. То есть наоборот мы ставим. Я думаю, вы уже принцип этот поняли в данном задании. Тоже 3 умножаем на 2, получили 4 шестых. Задание Е, 1 вторая и 3 пятых. 2 умножить на 5, будет 10. В данном случае знаменатель должен быть 10. Итак, 1 вторая, дополнительный множитель 5, 1 умножить на 5 и 2 умножить на 5, получили 5 десятых. И 3 пятых, дополнительный множитель 2, 3 умножить на 2 и 5 умножить на 2, получили 6 десятых. Так, Ж у нас 1 вторая и 6 седьмых. Произведение знаменателей 14, значит, знаменатели должны быть 14. Приводим к знаменателю 14. Все это делаем. Первая дробь, 1 вторая, дополнительный множитель 7, 1 умножаем на 7 и 2 умножаем на 7. Получилось 7 четырнадцатых. Так, и следующее у нас дробь 6 седьмых. Дополнительный множитель будет 2, 6 умножаем на 2 и 7 умножаем на 2. Будет 12 четырнадцатых. Кто понимает принцип уже хорошо, вот этого умножения и числителя, и знаменателя на этот дополнительный множитель, можно уже не расписывать, что это 6 умножить на 2, что это 7 умножить на 2. Можно ставить дополнительный множитель и сразу писать, что это равно 12 и 14. Но я еще пока буду расписывать, то есть, возможно, кто-то еще не понял, чтобы до автоматизма это довести, да, понимание вот этого умножения дроби на дополнительный множитель. Но кто уже, скажем так, уже выработал в себе вот это знание, вот это напоминание, что нужно умножать, вы можете сразу, то есть, не писать вот это промежуточное, то, что мы вот это вот записываем. Можно промежуточное не писать. Мы переходим к заданию Z, это 1 вторая и 7 девятых. Здесь у нас 2 умножить на 9, получается 18. Знаменатель должен быть 18. Итак, берем 1 вторую, дополнительный множитель 9, умножаем числитель и знаменатель на 9, получили 9 восемнадцатых. И вторую дробь берем 7 девятых, дополнительный множитель 2, 7 умножили на 2 и 9 умножили на 2, получили 14 восемнадцатых. Следующее задание И, 1 седьмая и 1 восьмая. 7 умножить на 8, у нас получается 56. Итак, знаменатель должен быть 56. Берем 1 седьмую, дополнительный множитель 8, 1 на 8 и 7 на 8. Получили 8 пятьдесят шестых. И берем 1 восьмую, соответственно, дополнительный множитель 7, 1 на 7 и 8 тоже на 7. Получили 7 пятьдесят шестых. Вот так интересно, да, смотрите, дробь 1 седьмая и 1 восьмая, 8 пятьдесят шестых, 7 пятьдесят шестых. Как бы они поменялись знаменателями и поставили их в числитель. Так, дроби, да, интересно, перевернулись. Так, следующие у нас дроби под буквой К. Это 3 седьмых и 5 восьмых. 7 на 8 снова 56. Приводим к знаменателю 56. Итак, 3 седьмых, дополнительный множитель это 8, 3 умножаем на 8 и 7 умножаем на 8. Получится 24 пятьдесят шестых. Следующий ядрок 5 восьмых и дополнительный множитель 7. 5 умножаем на 7 и 8 умножаем на 7. Получили 35 и 56. Так, следующая L. У меня места немного, поэтому я между дробями не сильно отступаю. Вы же, пожалуйста, в своих тетрадках, конечно, отступайте столько, сколько вам нужно. 4 кветки или 3, сколько говорит ваш учитель. То есть, обязательно вот эти правила записи вы придерживайтесь. Еще раз повторю, я так пишу только потому, что у меня мало места на экране. И чтобы, так сказать, сэкономить его, я пишу очень компактно все. Итак, одна десятая и одна одиннадцатая. 10 мы умножаем на 11. Получили 110. Итак, одна десятая. Дополнительные множители 11. 1 на 11 и 10 на 11. Получили 11 сто десятых. И вторая дробь одна одиннадцатая. Дополнительные множители 10. 1 умножить на 10 и 11 умножить на 10. Получили 10 сто десятых. Так, задание М. 3 десятых и 10 одиннадцатых. Снова таки, да? 10 умножаем на 11. 110. Итак, 3 десятых. Дополнительный множитель 11. 3 умножить на 11. И 10 умножить на 11. Получили 33 сто десятых. И 10 одиннадцатых. Дополнительный множитель 10. 10 на 10 и 11 на 10. Получили 100 сто десятых. Следующие Н дроби 1 десятая и 1 тринадцатая. 10 умножаем на 13. Получается 130 будет наш знаменатель. Итак, 1 десятая. Дополнительный множитель 13. 1 умножаем на 13. И 10 умножаем на 13. Получается 13 сто тридцатых. И 1 тринадцатая. Дополнительный множитель 10. 1 умножаем на 10. И 13 умножаем на 10. Получили 10 сто тридцатых. Следующие О. 1 десятая и 2 тринадцатых. Итак, снова здесь 10 умножить на 13. Будет 130. Итак, знаменатель должен быть 130. Берем 1 десятую. Дополнительный множитель 13. 1 умножить на 13 и 10 умножить на 13. Получили 13 сто тридцатых. И берем 2 тринадцатые. Дополнительный множитель 10. 2 умножаем на 10. И 13 умножаем на 10. Получили 20 сто тридцатых. 3 тридцатых. И 4 тринадцатых. Снова 10 умножаем на 13. Получается 130. Итак, 3 десятых. Дополнительный множитель 13. 3 умножаем на 13. И 10 умножаем на 13. 3 на 13. 39. Здесь сто тридцатых. И 4 тринадцатых. Дополнительный множитель 10. 4 умножаем на 10. И 13 умножаем на 10. Получилось 40 сто тридцатых. И последняя пара. Это у нас 9 десятых. И 12 тринадцатых. Снова таки 10 на 13 равно 130. Итак, берем 9 десятых. Дополнительный множитель 13. 9 умножаем на 13. И 10 умножаем на 13. Получаем 117 до 130. Наша первая дробь и вторая дробь 12 тринадцатых. Так, дополнительный множитель это 10. 12 умножаем на 10. И 13 умножаем на 10. Получаем 120 сто тридцатых. Вот и все. На этом задании мы с вами закончили. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались какие-то вопросы или комментарии, обязательно оставляйте их под этим видео. А я с вами прощаюсь. До следующего задания.